Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Свобода и необходимость для личности и общества». Читает лекцию доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Напоминаю, вопросы в письменной форме подаем и заявки на выступление. Пожалуйста, Владимир Петрович. Ну, дорогие друзья, я так не побоюсь этого слова, и товарищи, поскольку тут все очень давно. Знакомые, хорошо и, так сказать, милые лица, личности, с которыми уже не одно десятилетие даже вместе. Поэтому это упрощает мою задачу, часть общения. Я сегодня уже прочитал, скажу вам, немало-немного три пары лекций, да, так что у нас с утра. Как-то немножко уже устал, с учетом возрастных уже некоторых особенностей. Ну, извините, такое лирическое отступление. И вот тут заявлено было необходимость и свобода. С самого начала скажу вам, что вообще вот эта дилемма, которая уже так, если это дилемма, то звучит так, необходимость или свобода, да. Вот как дилемма. Или-или. Такая строгая дизюнкция, говоря логическим языком. Она ложна. Хотя многие великие ее используют. Можно сослаться даже на Маркса Сенгисса, которые говорили о том, что вот когда победит все-таки общество, в котором частная собственность будет ликвидирована, вот это и будет основанием вот этого ровного шага такого, да, перехода от необходимости к свободе, да. Ну, в разных вариантах, в разных работах они эту, как-то, так сказать, эксплуатировали идею. Ну, я думаю, что здесь я не буду, конечно, критиковать Макса Сенгисса, но, тем не менее, понимаете, на всякую великую довольно простоту с одной стороны, а с другой стороны, вы понимаете, надо, вне контекста-то нельзя критиковать. Когда это баскал, для кого это предназначалось, понимаете. И диалектику необходимости и случайности Маркс и Энгисс превосходно. Не только понимали, но и излагали, и на очень глубинном уровне раскрывал, например, Маркс в своем знаменитом «Капитале» диалектику необходимости и случайности в процессе производства материальных благ, как это делается на таких очень солидных экономических основаниях. Поэтому я почему говорю о диалектике необходимости и случайности. Дилемма «необходимость» или «свобода» ложна. И вообще противопоставление необходимости и свободе и ложно. Почему? Потому что, ну, тогда необходимость надо понимать как абсолютную необходимость, для того, чтобы немножко поправить вот это противопоставление, вот, с одной стороны. А потом ведь вот свобода и необходимость в диалектическом, а не метафизическом смысле этого слова «необходимость», они друг друга отнюдь не отрицают, а даже наоборот полагают. Вот многие великие умы человечества и до Маркса, начиная с древних греков, но я не буду там идти от древних греков, иначе мне до сегодняшнего дня не дойти, до проблем не решить. А я бы мог, конечно, с учетом, так сказать, набранной эрудиции за 45 лет преподавания философии вам представить эту такую обширную политику, у которых различных решений этой проблемы. Но давайте возьмем вот в новое время наиболее заметные фигуры, и как это вот связано, прежде всего, с марксизмом. С марксизмом, с марксистским учением. Как-то в марксистском учении вообще проблема решается, проблема свободы. С одной стороны, проблема необходимости, с другой стороны, и как совмещается необходимость свобода со случайностью, как партнером все-таки диалектической необходимости. Ну, вы знаете, что вот часто Марксу странным образом до сих пор, я это и в письменном виде, и в устном часто встречаю, да и вы, наверное, встречали не раз, приписывают изречение «свобода есть осознанная необходимость». Это много раз читал, в электронном уже варианте в интернете входит. Но это не Маркс, это Бенедикт Спиноза, голландский философ 17-го столетия. Но вот, видите, Спиноза попытался в 17-м столетии, ну, так скажем, уже во второй половине, прожил-то он недолго, всего там 44 года. Вот, и поэтому его так творчество, хотя оно раньше, рано началось такое, довольно тяжелое, да, его творчество с необходимостью, опять использую этот термин, такого труда не очень, в общем, легкого, мягко говоря. Вот, ну, и, значит, вот впервые все-таки Спиноза попытался найти какую-то формулу вот этого единства, да, как это, связать необходимости свободы. Вот эта формула «свобода есть осознанная необходимость». Вот, интересно, что Гегель почти так же выразился, но уже позже, Спиноза это 17-й век, а Гегель это уже начало 18-го столетия, когда вышел наукологики Гегеля. Вот, он, значит, и это, кстати, любили повторять, ну, любил, лучше скажу, повторять Энгельс. Это выражение «слепа необходимость, пока она не познана». Вот, заметьте, вот есть прямая перекличка со Спинозой, да, и это, наверное, и дало основание некоторым авторам приписывать, там, марксизму или марксику конкретно, вот это выражение, которое принадлежит Спинозе. Но, опять же, вот попытка вот так соединить, она не уменьшалась успехом. Нет, правил. Почему? Да потому что Спиноза, увы, метафизически он был вообще-то метафизиком, прямо скажем, антидиалектиком в этом значении слова «метафизика», да, потому что сейчас используется термин «метафизика» как синоним философии, там, вот, от Аристотеля исходящее значение первой истинной философии. Так вот, Спиноза, значит, он, будучи вот антидиалектиком, он абсолютизировал многие вещи и необходимость тоже. Он считал, что случайности нет, как антипода необходимости, вот, а необходимость абсолютно. И вот тут возникает противоречие, вот опять я эту формулу вспоминаю, поговорочку на всякого мудреца довольно простоты. Свобода есть познанная необходимость, но если необходимость абсолютно и случайностей нет, познание этой необходимости освобождает человека от чего? Она абсолютно. До того, как он ее познал, как абсолютную необходимость вслед за спинозой, он может еще воображать, что он свободен, да, как-то сказать, в мыслях представить себе, что он вообще может быть свободен или свободен. Но если он познал необходимость как абсолютную вслед за спинозой, у него не осталось даже иллюзий по этому поводу, да, абсолютная необходимость не оставляет ничего. Всякое наше действие, да, равно как и бездействие, да, зависит отнюдь не от нас, а вот от этой необходимости. Ну, эта точка зрения на абсолютную необходимость принадлежит еще многим выдающимся философам, как в Древней Греции Демокрит Первый. Ну, вот, так сказать, мне известно, что Демокрит все-таки первый из всех философов мировых, значит, абсуртизировал необходимость и приписал случайность вследствие незнания истинных причин. Один к одному через две с половиной тысячи лет Персимон Лаплас, отец теории вероятности, повторяет эту формулу Демокрита. Необходимость абсолютно, случайности в объективной реальности нет, и если бы был такой демон в опыте, философии, теории вероятности, это его работа, в которой он отец теории вероятности, Персимон Лаплас, да, напоминаю вам, он практически ровесник и современник Наполеона Бонапарта и даже с ним вел беседы, то есть Бонапарт его вызывал на беседы, любил с умными людьми эпохи побеседовать, свободная битв, время. Так вот, Персимон Лаплас говорит, что вся теория вероятности, основанная на положении о случайном событии, она является, лучше так сказать, некой поправкой нашего незнания, вот этой абсолютной необходимости. Если бы мы знали, то никакой утвержденности не нужно было бы, потому что все абсолютно, невероятностные процессы, это динамические происходят. И вот он тут, если бы был такой, пишет демон, знаменитый демон Лапласа, который своим демоническим, он не верил ни в Бога, ни в черта, ни в демонов, в чем признался Наполеон, кстати, вот, но по другому поводу. Так вот, если бы был такой демон, который своим демоническим сознанием мог бы охватить все причинно-следственные связи мира, на данный момент времени остановил бы мгновение в этом временном и пространственном срезе, он вот ухватил все причинно-следственные связи мира, всей Вселенной, то тогда бы он мог предсказать все события на бесконечное будущее вперед, и его демоническому взору открылись все события бесконечного прошлого назад. Но что делать в этом мире человеку? Нечего. Он не свободен, и тогда фатализм, потому что абсолютизация необходимости является, конечно, основанием фатализма, и тогда мы опускаем, так сказать, руки, и никакой борьбы, а что, бороться с кем-то, с необходимостью, да? Вот. Которую познавая, не познавая, все равно она неумолима, да? Вот. То есть такая позиция, конечно, является основой и фатализма, и, в общем, бездействия, да, и такой апатии даже настроения, ну что, плывем, о чем, по волевому, да? Противоположную концепцию в отношении вот необходимости и случайности занимает волюнтаризм. Вот. Вот волюнтаризм, ну прежде всего, уж если говорить о человеческой свободе, это ничанский, субъективный, герористический волюнтаризм, да, который заявляет, что никакой вообще необходимости стоящей над человеком природной нет, и вот человек, ну не всякий, а вот настоящий арийц и вождь, фюрер, так он и говорит, вот это придет белое бестие, настоящий фюрер, который приведет к арийскую нацию к победе, да, неумолимо. Вот. Ну, а волюнтаризм-то в чем состоит-то? В том, что идею самого волюнтаризма ниша принял от Шопенгауэра, от Шопенгауэра объективный идеалистический волюнтаризм, у него там воля мировая постулируется, никак, конечно, не доказывается, вот она управляет всем и вся, ну и мы, люди несчастные, слабые, и даже не знающие о существовании этой воли, полностью ей подчинены, она бездумна, у нее интеллекта нет, и поэтому вот она абсолютно произвольно в своих действиях не имеет никакого плана, заранее заданного какого-то, вот спонтанность, стахастичность, случайность, вероятность всех процессов, в мире, в том числе человеческих, жизней, судеб, всего человечества она определяет. Ну вот такая абсолютизация вот такой случайности, но связанной с волей. А с волей какой-то там сверхъестественной мировой воли, которая всюду присутствует во всех процессах, ну вот проявляется в спонтанных изменениях этих процессов. Ну а у Ницше там воля человека, ну не всякого, а вот наделенной волей, вот этот самый фюрер, он может произвольно, законов нет, менять ситуацию. Значит, он свободен, а остальные идут с ним, значит, вместе, если это настоящие арийцы. Ну а есть еще отнюдь не арийцы, и совсем не настоящие, тогда они должны только покориться и подчиниться, это с их стороны будет разумно, нежели чем сопротивляться. Вот, ну эту концепцию-то мы, в общем-то, знаем достаточно хорошо, не стоит мне ее тут популяризировать. Ну вот, так или иначе, видите, эти две противоположные концепции, фатализм и монетаризм, замешана одна на метафизической абсолютизации необходимости, вторая на метафизической абсолютизации случайности, вот, а то нет необходимости ее. А вот связь-то какая? И вот эта связь-то, диалектическая, она является объективной основой свободы человека. Еще мы должны поговорить о свободе личности и свободе общества, заявленный момент. То есть о диалектическом единстве единичного и общего, преломленной вот именно вот в социальной ситуации. Проблема диалектического единства единичного и общего, это одна из самых старых философских проблем, и впервые, так сказать, она достаточно хорошо была поднята, но решена по-своему, конечно, у Платона, который, абсолютизируя общее, считал, что вот есть некие идеи, которые несут в себе всеобщие сущности конкретных вещей, и временное воплощение в куске до этого мертвой, костной, аморфной, бесформенной материи, какой-то идеей делает ее временно вот чем-то конкретным. Столом, вот идея стола до этого часами, вот телефоном, сотовым, хотя Платон, конечно, таких примеров не переводил, человеком и так далее, да. Ну вот, вот тут абсолютизация общего, кстати, абсолютизация общего, как показывает история философии и современные философские взгляды, всегда ведет к объективному идеализму, что произошло и с Платоном, да. Абсолютизация единичного к субъективному идеализму, вот все эти абсолютизации, они так или иначе связаны. Величайший диалектик Гегель за счет абсолютизации общего, у него предельная абсолютизация, идеи, вот абсолютные идеи, да, вот он сам себя называл абсолютным идеалистом, потому что абсолютно ничего, кроме абсолютной идеи, разных ипостасек не существует в мире, да, он прослеживает эволюцию, абсолютные идеи и так далее. Так вот тут, ну, кстати, вот у Гегеля, конечно, противоречие, которое Энгельс отметил, да, наблюдается между его вот этой системой философской абсолютного объективного идеализма и его диалектическим методом, который вот Энгельс писал, надо поставить диалектику Гегеля, наша задача на ноги, она стоит на голове, потому что она является идеалистической. И надо сказать, что Маркс Энгельс и Блестящие с этим справились. Но вот заложено, вот как Ленин писал, когда он конспектирует науку логики Гегеля, на полях вот философские тетради, там в большей части состоят, вот огромный объем, потому что работа большая наук и логики, вот в этих заметках на полях наук и логики Гегеля, и он это подчеркивает, что Гегель вот на объективной идеалистической основе раскрыл истинную диалектику мира, диалектику вещей, а не идей. И вот Гегель в частности раскрыл диалектику необходимости и случайности, вот, не противопоставляя их друг другу. И подобрался к решению проблемы свободы человека, но подобрался, а что ему помешало, вот это противоречие между объективным идеализмом и его абсолютным. И, диалектическим методом, вот это противоречие, оно не давало ему продвинуться. Например, он признавал современную ему прусскую монархию вершиной развития государственности. Ну, прямо ретроградство-то такое. Ну, и это касалось и проблемы свободы. Вот он так ее и не решил. Несколько раз он касается ее и в своей философии духа, и философии природы, и, конечно, в науке логики, главная его работа. Но вот касается, подходит, вроде подходит раз, и, видишь, срывается. Почему-то прекращает об этом писать и не договаривает. Вот. А в чем же эта действительно идеалектика состоит? Необходимости и случайности, которая позволяет все-таки найти объективное основание, объективная идеалектика, свободы человека, и потом говорить уже о свободе личности и обществу. На этом основании. Ну, если, так сказать, не разворачивать теорию, я вам скажу, дорогие товарищи, я-то на этом 10 собак съел, потому что я кандидатскую докторскую диссертацию написал по этой проблеме. У меня диссертация докторская детерминирует как принцип научного мировоззрения, а детерминизм как раз предполагает. Вот, раскрытие диалектики необходимо и случайно, если хотите, да. Вот. И поэтому, знаете, я тут вам, мог бы замучить вас этой тематикой, но не буду. Значит, вот, в диалектике, диалектика, сама наука, о всеобщей связи, развитии, и сама она представляет, действительная диалектика, вот систему взаимосвязанных положений, субъективная диалектика, как говорил Гегель, да, которая отражает объективную диалектику вещей, вот, она, ну, правда, под субъективной диалектикой Гегель немножко другое понимал, чем мы понимаем, вот, диалектику нашего мышления, да, диалектическую логику, диалектическую логику. Так вот, значит, если быть предельно кратким, вот эта связь диалектики, предполагает связь и всех законов диалектики, которые Эйнгельс оформил, да, в отличие от того, что Гегель, вот, очень много написал, заложил основания, вот, связи, конечно, и борьбы противоположности, и единства, количества и качества, и, конечно, диалектика отрицания-отрицания, которую он больше всего любил, Гегель, потому что у него абсолютная идея проходит три стадии, на третье она возвращается, это отрицание-отрицание, к самой себе, на высшей основе, прямо по закону, отрицание-отрицание. Но у Гегеля нет определения законов, у Гегеля нет не только определения, а даже, можно сказать, какой-то стройной, более или менее, системы, категории, которая, говоря, научным языком, эксплицировала, объясняла эту, вот, диалектическую связь, в том числе, всех категорий. У него попытка есть, он накидывает целую палитру категорий, там, в триадах, в триадах, в триадах. Но триады у него не связаны, там, качество, мера. Вот я не случайно это вспомню. А дальше что? А дальше другая триада, и связь с этой как будто не улавливается, да, хоть поверьте, хоть проверьте. Я науку логики студировал, так сказать, весьма и весьма, часто, и продолжая ее штудировать, там есть над чем поработать, и до сих пор, несмотря на то, что, как казалось, читано все, перечитано, у меня там до дыр, перечитано, извините, конечно, в русском варианте, не в трештейн, а это плохо, признаю себя вам. Конечно, надо такие вещи читать подлинники, потому что перевод всегда искажает. Вот, но это так, признался в своей слабости и недостатках, а вот все-таки должен выразить эту диалектику. В чем она? Ну, тут уже я вам скажу, я вот все-таки некоторые собственные наработки вам представлю, которые вы нигде не прочтете. Вот, собственные представления. Да, я же не даром докторскую-то на этом защитил. Вот, и как-то меня еще уважают в интернете, как специалиста в области детерминии. Значит, вот, диалектика необходимая и случайная. Она раскрывается в любом конкретном развитии, как связь и единичная, и общая, и что угодно, количество и качество. Кстати, вот количество и качество. Вот, закономерность отличается от абсолютной необходимости тем, что всякая закономерность проявляет себя в действительности вариативно, неодно-однозначно. Связь состояний у Лапласа абсолютно необходимая. Связь данное состояние системы с однозначностью определяет все последующие состояния системы. Вот. А вот в диалектическом рассмотрении данное состояние системы отнюдь не абсолютно определяет последующее состояние системы. Вот. А с определенной вероятностью. А почему? И есть границы, вот всегда есть границы вот этого вероятностного поля, в котором могут проходить колебания. и вот наша свобода тоже объективно определена этим полем. И тут надо примеры привести. Извините, я, так сказать, вот как привык к студентам, так с некоторым упрощением на пальцах объяснять эту диалектику. Ну вот, возьмем что угодно. Вот последнее время к сожалению мучает давление. Дело в 72 года такое значит вполне обычное. Ничего тут нету сверхъестественного. Но смотрите, давление может прыгать в определенных пределах. Определенные меры. Великий закон меры. Вот Геги раскрыл единство количества и качества в мире проявляется. И вот тут конкретно. Ну вот там у меня было 250 на 110 признаюсь вам позавчера. Ну вот что гипертонический кризис. У меня жена врач так сказать да вот если бы не жена врач мы бы сейчас с вами не общались я думаю. Вот ну так сказать это так похвалил жену пошли дальше. Но 250 я выдерживаю очень многие это бы не выдержали. Это была либо смерть либо инсульт с жуткими последствиями. Смерть лучше. Вот я тоже как все люди моего возраста и такого положения тоже если выбирать а если у нас свобода выбора да опять возникает да и можем ли мы регулировать наши тоже в определенных пределах. Итак вот давление а ну-ка 350 ну тут никакие сосуды не выдержат. То есть есть какие-то границы верхние давления за которыми летальный исход или полный паралич что хуже да прекращение жизнедеятельности в том числе интеллектуальной деятельности все но есть и нижние границы 120 на 70 для меня вот например в последние годы это совершенно невозможно то есть 120 на 70 это вот нормальное давление но если у меня 120 на 70 я снизил меня качает я не могу работать ни физически ни интеллектуально вот сколько у меня сейчас примерно сейчас у меня 170 на 100 примерно так я оцениваю я уже чувствую вот поговорю может у меня будет 180 ну с собой не прикольно вылучшим самочувствовать ага ну вот вот значит да ну понимаете а ниже они же ну 120 на 70 норма а для меня уже ниже нормы то есть видите еще принцип относительности конкретного философский сработает вот конкретно и истина всегда конкретно тоже к этому относится и вот здесь для этого вот человека вот такое давление уже так сказать да нехорошо вот а если упадет вот мне тут сегодня моя коллега сказала а у меня знаете Владимир Петрович всегда нормальное давление 100 на 60 100 говорю я бы абсолютно точно понял ну может быть она вот у нее нормальная а ну у нее 60 на 40 она бы тоже не выдержала это не рабочее давление для человека то есть у нас есть пределы вот значит давление вот в этих нормах температура тоже вы знаете гуляет туда-сюда больше 42 с половиной 43 почти никто не выдержит а если упадет до извините 40 но это уже тоже температура полутрупа или полутрупа до 30 дальше тоже понимаете несовместима жизнедеятельность и так что угодно абсолютно что угодно вот у нас так сказать накал страстей в обществе видно вот мы все время обсуждаем результаты выборов в Соединенных Штатах а результаты выборов у нас почему-то это никого не волнует это все норма да вот но тут тоже ведь есть пределы какие-то вот оказывается все народ в основном обыватель вот сколько раз я на площадях сталкивался я уже об этом говорил в отдельном выступлении вот может еще терпеть да вот как Ленин говорил о реализационной ситуации низы не могут уже терпеть и верхи не могут управлять по старому низы не могут жить по старому значит вот перешли грань значит не перешли мы грань тоже граница мира да тоже граница мира длина стола аудиторного может быть больше может на метр а еще на метр может а еще на метр а может а потом прибавляя по метру мы получим стол который ни в одну аудиторию не войдет и он потерял качество быть аудиторным столом он может использоваться стол там для грузинских свадеб на улице да вот ну и опять же до бесконечности он не может и в этом качестве расти дальше да а меньше может быть на метр вот этот может а еще на метр а мы уже получили не стол а неизвестно что как назвать да то есть вот даже длина да и то варьирует так же и вес так же все что угодно великий закон меры я почему это говорю так вот необходимость-то относительная а не абсолютная закономерность она представлена мерой и об этом Гигель прямо писал закон есть мера есть закон виноват мера есть закон везде вот всякий закон представлен в мере вот нижний верхний предел экстремальные границы вот они представляют закон и в этом укладывается Марк специально писал об относительной необходимости которая не бывает непосредственно опосредуется рядом условий причин оснований это я цитирую Маркса из его докторской диссертации которую он писал на уходе из университета тогда называлась это докторская конечно она не докторская а называлась это кстати работа конкретно различия между натур философии демокрита и натур философии пикура вот философскую такую пишет Маркс работу где вот диалектик необходимую и случайного а почему он вспоминает демокрита и пикура потому что вот они связаны не только древней Греции да но и тем что оба придерживаются концепции атомизма которая принадлежит демокриту Левкипу ну Левкип полумифический вообще учите демокрита а вот демокрит абсолютизирует необходимость а эпикур нет он допускает свободное о свободное связано со случайностью но не абсолютной случайностью а колебания внутри границ меры вот длина стола может больше и меньше вот границы меры определили может он быть там условно 42 сантиметра длиной может 43 может 44 может вот все это представляет вот все это множество количественных значений удовлетворяет закону вот для данного конкретного предмета в данном конкретном аспекте и определяет относительно уникальность так же и для нас всех вот чем объективно объективно вернее на чем объективно наша свобода основывается на этой вариативности всего вокруг нас и внутри нас самих свобода когда мы говорим о свободе социальной да и вот тут опять я вот перейду уже на соотношение свободы личности свободы общества и помните знаменитая фраза в манифесте коммунистической партии Маркса Рейнгеса свобода развития каждого является условием свободы развития всех дерзну поправить Маркса Рейнгеса здесь вот эта мысль свободное развитие каждого является условием свободного развития всех по своей истинности вполне идентично обратному положению свободное развитие всех является условием свободного развития каждого понимаете вот эти симметрично противоположные суждения но вот только вместе они отражают действительную диалектику наша свобода вот вы знаете известное положение я люблю это цитировать Владимира Ильича нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества то есть наша свобода вот рамками для каждого из нас своими потому что мы живем не в обществе вообще а в каком-то микросоциуме и этот микросоциум определяется прежде всего для человека профессиональными какими-то рамками да вот вот границы определяют да границы свободы внутри профессии деятельности творчества да ну чем загадаются эти границы ну скажем так сказать свободы рационализаторства токаря да если нет еще токарного станка да он не изобретен как свобода рационализации токаря да нет если нет рабочего класса какая свобода творчества очень умного человека в плане написания теории и провозглашения теории диктатуры пролетариата если нет пролетариата то есть вот объективное основание да а потом когда мы можем постулировать возможность наступления диктатуры пролетариата опять же да или или там вот сейчас мы конечно очень часто поднимаем этот вопрос в нашей среде коммунистов да все таки вот что это как-то мы вот затянулось вот это агония капитализма да вот для нас что такое может она так сказать вовсе не агония вот как мне вот я говорил вам до выборов вот в законодательное собрание я встретился в академии Можайского где я сейчас работаю с человеком у которого я начал работать еще по совместительству у юного подполковника Макарова вот с Макаровым я встретился председательством законодательного собрания и он мне кинул упрех такой чисто философского плана вот он меня профессор называет вы все время говорите что вы марксист и материалист а на самом деле вы самый заскорузлый идеалист я говорю интересно а что будет интересно вы опять баллотируете законодательное собрание от какой партии вот я говорю от родфронта а что это такое кто эту партию знает как она многочисленна вы считаете что вы пройдете нет говорю не считаю так а чего же вы тогда что это такое это что значит у вас нету никакой в голове цели да и вы что это так чисто эмоционально играете что ли как ну что такое или все таки у вами владеет какие-то коммунистические идеи притворения в жизнь да и вы сейчас хотите занять парламент всем коммунистическим вашим так сказать кагалом и управлять ну во всяком случае Питером да как он мне сказал я говорю нет ну рановато еще говорить об этом да но я не только верю но знаю и могу доказать что коммунизм является не прошлым а будущим человечеем ну хотите поговорить вот он говорит но настоящим то нет значит это существует на уровне идеи и вы с этой идеей носитесь которая еще пока сами признали неосуществима значит вы идеалист а вот я говорю вообще-то мы люди как сознательные существа всегда руководствуясь в нашей деятельности какими-то идеями да какими-то целями может быть отдаленными видим какую-то отдаленную перспективу вот поэтому руководствоваться какими-то идеями да исповедовать какие-то взгляды которые может быть вот сегодня сейчас не притворяться в действительности это еще не значит быть идеалистом в общем да тогда все кто вообще живет своим умом как-то да или даже чужим берут на прокат идеи идеалисты но я немножко отклонился в сторону ну вот вот и я уже идеалист ну вот и я стремлюсь к тому что неосуществимо а значит я вот в плену идей и я не свободен я в плену идей я не неадекватно отражаю реальность объективную да вот а если неадекватно отражаю реальность я значит не познал вот эту относительную же необходимость я возвращаюсь к спинозе у спинозе есть рациональное зерно вот в этом в этой формуле свободы есть осознанная необходимость как как рациональное вот если объективным основанием свободы общества потому что отдельно взятый человек живущий в обществе свободным быть не может стать вот от этого общества он не свободен уже да вот и свобода его как свобода общества тоже относительно да может ли общество пойти вот как считает скажем Карл Поппер мой любимый в кавычках да как он считал что так сказать вот открытое общество открытое всем направлением развития абсолютная свобода абсолютная случайность определенная только научным открытием я уже эту тему поднимал критиковал и буду повторять да вот тоже абсолютизация случайности и вот отождествление этой случайности якобы научного открытия абсолютной со свободой понимаете вот опять со свободой а с необходимостью значит связано Вот эта закономерность, вот это вот Макс с Эйнгейсом, последние враги открытого общества, а первый враг Плато. Вот как только закономерность постулируешь, относительную необходимость даже, ты уже враг открытого общества. Понимаете? Значит ты против свободы. А свобода это безбрежний, плюрализм. Возможных направлений, ну такого же нет, плюрализма. Все ограничено определенным исторически, да, вот говорят часто вне исторический взгляд на речь. Почему? Потому что вне контекста конкретных исторических условий, которые сейчас здесь развиваются обществом, вот, нельзя от них абстрагироваться. С одной стороны. А с другой стороны, если ты хочешь поставить далеко идущую цель, ты должен возвыситься над наличным бытием, да, вот, которое может быть уныло и вот лицом к лицу, как сказал поэт, лица не увидать, большое видится на расстояние. На расстояние как-то надо мысленно отойти, чтобы увидеть перспективу, да, в том числе и коммунистическую перспективу увидеть, увидеть в тех тенденциях, которые прослежатся в развитии общества здесь и сейчас. Надо увидеть, надо увидеть, можно увидеть лишь, когда вот отойдешь от сиюминутной связи своих, вот от этого наличного бытия, от этого быта, в котором мы все погружены, от этой суеты-сует, да, и томления духа, от этой суеты-сует, говорят церковным языком. Вот отойдешь когда, да, вот посмотришь как бы со стороны издалека на то, что здесь сейчас творится с нами, в России, в мире, да, вот творится. Они на отдельно взятые, как там, скажем, претенденты за пост президента Соединенных Штатов, как они там конкретно приводили какие, так сказать, против друг друга, так сказать, аргументы, с позволения сказать, да, обливали друг друга грязью, да, на потеху публики, да, и кто, так сказать, из них деликатнее еще. И вот понятно, что люди, которые принадлежат одному классу, вот тут проявляется то, что опять же о свободе общества, о свободе выбора. Выбора на выборах проявляется то, что Макс давно уже определил, это, конечно, всем известно присутствующим, но я еще раз повторю, что такое вот эта демократия буржуазная. Это возможность выбирать из нескольких кандидатур представителей одного и того же класса, кто именно из этого буржуазного класса будет представлять интерес этого класса на последующий срок в парламенте, в президентском кресле. Кто именно? А качественно ничего, конечно, не изменяется. И здесь мы с Югановым не очень дружим, но он правильно сказал, что вот когда дал характеристику, что вот как вы считаете, что победа Трампа, это хорошо или плохо? Он говорит, все равно, они друг друга стоят, это все люди одного класса, но это правильно, конечно, ничего, что он говорит. Действительно так. Поэтому это нам свобода не добавит. А что нам о здоровом большинству людей, людей труда, в широком смысле этого слова, да, пролетарии, поскольку вот неимущие, те, у кого отсутствуют средства производства в руках. Что может дать свободу? Объективное основание. Ну, опять же, манифест коммунистической партии. Основание, главная наша задача, мы всю свою теорию можем выразить в нескольких словах. Это ликвидация, уничтожение виноват, точно, да, перевод. Уничтожение частной собственности. Вот, что у нас делает несвободным? Частная собственность, да. Вот что является основанием свободы. Уничтожение частной собственности. Объективно. Но осознать это смогли впервые в истории, в общем, Маркс и Эггис, надо отдать им должное, ну, были такие, ну, вы знаете, так сказать, предшественники марксизма. Там уже подходили к этому, ну, и до конца осознали эту идею. Вроде бы для нас сейчас вполне очевидную, хотя далеко не для всех наших современников и соотечественников очевидную эту идею. Да? Объективное основание, а субъективное. А вот субъективное и есть. Вот объективное это вот упразднение или частной собственности, или вот наличие крупной частной собственности, да. Вот тут выступал один наш экономист, про буржуазного, конечно, толка и говорил. Ну, вот в Америке-то, он говорит, больше все-таки миллиардеров, чем у нас. Да, вот как-то сравнив, больше все-таки миллиардеров, чем у нас. Ну, хорошо, значит, нам легче, да, наверное. Или свободнее мы, что ли, чувствуем, да, чем в Америке, да, что так сказать. Ну, вот, это, видимо, ко мне вообще вопросы. Надо закрываться. Значит, о субъективном, вот я говорю, что я начал со спиноза и заканчиваю тем, что есть рациональное зерно. Если мы не поняли этой относительной необходимости, и в чем эта относительная необходимость проявляется в мире, мы, конечно, не можем воздействовать целенаправленно и целесообразно на процесс, и мы не можем освободиться, да, стать свободными. Мы должны осознать это. Человек, который не осознает, что с ним происходит, конечно, не может быть свободным лично. А что происходит в обществе, значит, не осознает, значит, и общество не осознает. Вот, вы помните, опять мысль, Энгвис пишет, что вот современный этап развития философии в чем состоит? Что, наконец-то, философия разобралась в пролетариате, а пролетариат разобрался в философии. Вот это взаимное, как же есть, осознание, да. Ну, не до конца, наверное, пролетариат разобрался в философии, но все-таки, вот вы помните, как популярны были и как посещаемы были марксистские кружки, которые организовал Ленин. Ленин у нас тут, да, вот, понимаете, люди тянулись, ну, не будем этого сказать, больше вот как-то вот к марксизму, хотя нельзя сказать, что они в целом были грамотнее нынешних наших товарищей, да, вот, и как-то подготовленнее. Иногда с трудом еще читать умели, а уже пытались прочитать вот какие-то популярные работы по марксизму, Плеханова читали, вот, в этих кружках. Так что, конечно, познание, познание этой относительной необходимости, это важнейший субъективный момент свободы, вот, и основание, движение к свободе, еще не обретение свободы, а движение к свободе. Ну, вот, я понимаю, что я, как всегда, начинаю, вот, это тоже граница меры, да, вот, сказал бы я две фразы, сказал, ну, ладно, ну, вот, я все основное сказал, да, ну, пять минут, все, есть вопросы или нет. Граница меры, так сказать, ну, это нарушено, ну, минимум, а вот сейчас я уже начинаю максимум перебирать. Поэтому я остановлюсь, потому что вы понимаете, вот через переход границы меры, как говорил тот же Герель, все происходит в свою противоположность. И лекция, да, превращается в нечто другое, да, и меняется качество. Спасибо, вот в вопрос поступили. Дмитрий Таракатевич. Я боюсь, что без очков, да, я могу не прочесть, я очки не взял. Владимир Петрович, в Конституции Российской Федерации провозглашена свобода убеждений и политический плюрализм. Подчеркнуто, что никакая идеология не может быть установлена обязательной. Сегодня заговорили о необходимости изменения Конституции, формирования государственной идеологии. Путин дал поручение на разработку закона Российской нации. Прокомментируйте, пожалуйста, с точки зрения рассматриваемой темы. Хорошо. Ну да, действительно, 13-я статья Конституции провозглашает плюрализм. Ну там сказано многообразие идеологий. Ни одна идеология не может быть признана, так сказать, доминирующей, центральной. Все. Но правда там есть, как Маркс писал, в каждой статье буржуазной Конституции есть утверждение какого-то права в первом параграфе и отрицание этого права в последующих. Там сказано, однако, вот нельзя, человеконенавистническая идеология. Идеология направленная, там, скажем, на насильственное уничтожение существующего замечательного демократического режима. Да, уже, пожалуйста, самое. Так что плюрализма все-таки не получается. Но в то же время, единственное, с чем можно согласиться, что единство нации должно быть обеспечено единством идеологии нации. Но насколько возможно, нации, не национальности, да, вот этого интернационального единства, да, единства нации. Но насколько возможно это единство нации, вот чем оно обеспечивается вообще, это единство. Единством идеологии, которая вдруг нам предложат, и мы должны ее воспринять и сделать своим альтроэго, что ли, значит, как-то вот принять на веру, да, что называется. Нет, конечно. Опять же, единство нации обеспечивается единством осознаваемых целей, да, объективных, не идей каких-то, вот, а вот осознаваемых целей, да. Ну, вы знаете, в данном случае, как очень часто это бывало в истории не только нашей многострадальной России, но и в истории многих наций и государств, вот, вы знаете, всегда сплочение наций происходило по отношению к внешнему врагу. И это сейчас активно, как мы видим, эксплуатируется. С одной стороны, для этого есть и объективные предпосылки, нас действительно окружили, да. Вот эта, так сказать, попытка стать более-менее независимыми от международного капитала такая, более или менее. При этом так стабфонд-то у нас, он иначе сейчас называется по-прежнему в банках Соединенных Штатов, да, вот экономическим, так сказать, моментом. Значит, понятно, что пока мы экономически не самостоятельны, да, у нас нет развитой экономики, которая могла бы конкурировать с экономикой Запада, да, у нас нет с этим единства, объективного единства, вот, основания для объективного единства наций, да. Потому что так или иначе все в производстве рождается, единство и разобщенность, да, единство рабочего класса ковалось в сфере производства. Вот, вы знаете это положение о том, что капитализм сам готовит своего магиящика, развивая производство, да, материальное, и сплачивая, объединяя, в этом производстве прежде всего сплачивается, объединяется рабочий класс, и он уже исподволь несет в себе вот, может быть, еще не высказанную, но почему вот за марксизм, почему, значит, марксизм стал и философией, и политэкономией рабочего класса, потому что передовые рабочие поняли, что да, вот это и есть наша идея, она адекватно отражает наше положение и показывает нам, вот, выход из этого положения какой-то есть. А что нам могут предложить наши товарищи, господа, да, которыми она управляет вот эта олигархия, в качестве вот этой генерализирующей идеи, сплочения перед общим, так сказать, врагом, да, вот пока что. Или, вы знаете, одно время единые идеологии, вот с этой самой национальной идеей носились уже давно, не сейчас, а вот, вы знаете, еще при Борисе Ельцине это выдвигалась идея. И вот, говорили, говорили, потом пришли к выводу, так, даже не пришли, а как бы успокоились на этом, перестали говорить, что, наверное, все-таки это, вот, для Руси, для русских это христианская идеология. Вот, вот, пожалуйста, вот, что нас может объединить с воздействиями. Ну, вы знаете, тут и действия были соответствующие, вот, до сих пор у нас строятся эти церкви, церквушки, восстанавливаются старые, строятся новые, вот, религиозная идеология. Да, в одном из похватились, а также у нас же, кроме православия, то есть еще и католики, а кроме того, и индии, а кроме того, еще очень сильные, ну, если не идеологические, но, во всяком случае, сплоченные, да, мусульмане. И вот надо и им, и строим, и тут мечети, и тут, получается, нет опять единой религиозной идеологии, какой-то плюрализм. Опять возвращаемся к утверждению, что многообразие, даже религиозное, я думаю, и ни одна не может претендовать, вроде, на доминирующее положение, значит, не будет этого центра, в отношении которого что-то было бы субординировано и координировано, да. То есть, вот эта задача, с одной стороны, в абстрактном виде можно согласиться с тем, что единство нации, конечно, должно предполагать и единую какую-то идеологию. Но эта идеология, она не может быть спущена сверху и воспринята, она должна быть, что называется, выстроена, да, как пролетариат выстроил марксизм, да. То есть, идти, она должна, эта идеология рождаться, что называется, из бытия, да. Мы, профессионалы, должны это обеспечить. Такая идеология уже есть, да, и мы с вами носители такой идеологии, но она не является национальной идеологией, конечно, и не сделают нынешние властители. Национальная идеология, понимаете, и она не сплачивает нацию тоже. Потому что, вы понимаете, вот эти походы к единству нации или, как вообще, к какому-то социальному единству без учета классовых различий и противоположностей, яд, да. Которые объективно являются основанием противоречия во всем и в идеологии. Идеология это что такое? Это система концепций, теорий, да, теоретическое осмысление своего бытия. Не может оно быть у противоположных классов единая идеология. Потому что бытие растет. Поэтому и идеология будет разная. А какая идеология? Ну, скажем, об этом, опять же, классики много писали. О том, что, скажем, нельзя сопоставлять мораль, да, вот, идеология. Да, система общественного сознания, да, связана с этой идеологией. Мораль противоположных классов будет противоположна, да. Даже эстетические представления противоположны. Об этом еще прекрасно Чернышевский писал. Я напоминаю, вот, в антропологическом принципе философии, вот, который он тоже исповедовал, как и Фейербах до него. Ну, это работа, да, антропологический принцип. Он пишет о том, что представление о женской красоте, даже эстетические взгляды, вот, тоже составляющие идеологии. Правовые взгляды, этические взгляды, эстетические взгляды, и политэкономические взгляды, да, ну, политические отдельно, экономические можно отдельно. Религиозные, в конце концов, взгляды. Все это, составляющие идеологии, не может быть какой-то одной, вот религиозной идеей. Да, и все. А этический, эстетический, политический мы ставим. Как тут чиненные. Ну, не может быть такого никогда. Все это в единстве. Так вот, Черношевская говорила, что эстетический взгляд, представление о женской красоте, в крестьянской избе и в дворянском собрании диаметрально противоположно. Бытие определяет сознание. Вот этот культиристический принцип. Сознание и идеология. В крестьянской избе там крепкая народная женщина, которая коняновского постановит, горящей избу войдет. А в дворянском собрании такая женщина, даже если она хорошо одета, ее презрительно называют мужичка. Она как-то вроде нашего класса, а вроде не нашего. Вот тоже составляющая идеология. А там идеал другой. Мимолетное ведение. И нечистой красоты. Екатерина вторая такая тетушка была, дай бог. А? Екатерина вторая такая тетушка была, да? Ну, 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 это положено. Это так же, как если Ницше писала белокурые бестия, а настоящий-то фюрер был отнюдь не голубоглазым и не белокурым. Ну, это вот вспоминаем другую поговорочку-то. Клод лицет йовен, он лицет бой. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено букву. Вот. Поэтому, так сказать, вот Юпитеру там много чего дозволено. Это отклонение от каких-то эстетических даже норм и прочее принято в данном классе, в данном среде, в данном обществе. То есть идея в распитом на противоположные классы, раздираемым противоречиями, объективными и субъективными характерами. А какой-то единой идеологии, эта идея, конечно, абсолютно не жизнеспособна создать такую идеологию и утопична. Она никогда не будет единой. Вот как общество, и покуда оно не едет. Вот, все-таки, пример социалистического общества, единой идеологии, которая работала, заметьте, во всех сферах идеологических тоже. И этики, и эстетики, да. Вы понимаете, вот борьба со всякого рода авангардизмом в искусстве, который сейчас порицается. А на самом-то деле, понимаете, тут есть о чем поговорить. С философской точки зрения, да, является ли эти крылья. Это отдельный разговор. Тут тоже вот не может быть единой идеологии, понимаете. Вот идеология декаденства в искусстве, везде, в литературе проявляется, в политических взглядах, во всем абсолютно. Вот тут есть, конечно, некое единство в падении и в деградации. И вот в отношениях между людьми, даже между полами, смотрите, честно вам скажу, вот последний крик души. Несколько раз тут в метро прямо сталкивался, девчушки, школьницы целуются в засон друг другу в метро. Ну что такое смотреть противно? Думаешь, батюшки, как мы опустили это респиянство. Понимаете, вот эта однополая любовь стала вот как-то прививаться. Ну вы знаете, как Барак Абан заявил позапрошенный еще раз, что вот новым свидетельством победы демократии в Соединенных Штатах является узаконение однополых браков. Вот, пожалуйста, вот вам идеология. Тоже идеология какая? Может быть, единая идеология. Так что я вот на эти, так сказать, попытки и предложения, значит, дал Путин поручение, значит, будет разработана. Но будет ли она жизнеспособна? Вот так же, как Конституция. Уже те, кто ее писал, признают, что надо ее, она внутренне логическое противоречивое. Понимаете, она не удовлетворяет требования даже логичности, а это критерии научности. Без логичности нет научности, без логичности нет истинности. Адекватность Конституции объективной реальности нет. Понимаете, не жизнеспособный документ. Хотя эта вот Конституция должна быть, как основной закон, центром идеологии каким-то, организующим. Но не может она быть. Потому что... Дмитрий Петрович, тогда... Спасибо. Выступления у нас закончились. Ой, вопросы. Где записался с наступления, товарищ Герасимов? Что, один что? Меня спрещал. Киркер Николай Таракайович. Вот, пока идет Иван Герасимович, он записался по современному методу в пословные СМС-сообщения. Я будущее. Ну, во-первых, идеология российской нации, да вообще национальная циология на любой нации, способная ее спротив, это коммунизм. Потому что они заинтересованы 90% во всякой нации, это трудящиеся. И даже если кто-то из них считает себя антикоммунизмом, объективно он в коммунизме заинтересован. А это ставшийся 10%. Значительная часть с удовольствием станет нормальным директором нормального завода в нормальном обществе, чем сейчас. Этим запрати, этим запрати, этими запрати, этими запратишь, они убьют, этими запратишь, они в тюрьму посадят. Это тут так-сяк. Вот, так что поэтому это здесь, у нас идея такая есть, а наша задача ее объяснить. И, кстати, может я прослушал, у Владимира Петровича, вот не прозвучало все-таки определение, данное Марксом, свободе, свободе, это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Или я прослушал? Ну, нет, я эту цитату и не приводил. Я сказал, да, вот. Ключевое здесь для господства над обстоятельствами, это сознанием дела. И вот наша задача здесь, свобода, не свобода, а надо учить. И вот не удаваясь дальше, фиросусские подробности, по поводу, два слова, по поводу свобода и не свобода. Вот ко мне сегодня, там на странице у меня вконтакте, один товарищ написал новость, что в Думе был поставлен вопрос о том, чтобы упростить процедуру совершения забастовок, якобы сейчас процедура такая, которая забастовки исключает. Ему было отвечено, что тогда начнется смута великая, значит, пойдут забастовки и так далее. Вот это, вообще говоря, пример такой очень наглядный. И здесь я вспомнил в этой связи, когда создавали партию труда еще в самом начале 2000-х, там один товарищ, симпатичный, но не рабочий, он интеллигент, но тем не менее он такой, как союзник, хороший очень товарищ, он, значит, понял так, что создается Российская партия труда для того, чтобы идти в Думу, и у него, значит, такие мысли пошли в том направлении, что пойдем в Думу, я жене шубу куплю. То есть у людей такое представление, что красовая борьба, это когда женам шубу покупают. И когда эти люди вступаются в прикосновение с реальности, и, так сказать, грубо говоря, гребают по сусарам, а у них, так сказать, начинается всеобщее разочарование, что вот идет фашизация режима, бороться невозможно, и надо менять режимы, только после этого можно начинать какую-то борьбу, хотя на какой режим ты изменишь? На такой же буржуазный, аж там буржуазия не будет за свои деньги бороться, будет. Точно так же будешь огребать еще больнее. Вот так что это, и вот в связи с забастовками. Забастовки сейчас, они превосходно, можно организовать забастовку, превосходно. Если ставить не так, как ставят некоторые профсоюзники, вопрос, вот я стал профсоюзником, я имею право, мне надо помещение, мне надо то, мне надо то, но его раз в предприятии, и все. Я вот на себе испытал, как это легко делается, меня вот выкрыли из политеха, совершенно вот чистые прецеденты были, в том числе в городском суде Санкт-Петербурга, противоположного характера, и городской суд вроде бы здесь поддержал, и все. Ну, тупо, совершенно вот, нахально выкрыли, и все, иди, как хочешь, добивайся, где хочешь, там, правда. Вот так выкрыли, а то после этого, хотя вообще, если вспомнить историю дореволюционного, за участие в забастовке, тем паче за организацию в забастовке, можно было реально скопотать срок на каторгу, причем даже на тюремное заключение о каторге. Были забастовки, были организаторы, и, в общем-то, все развернулось как надо. Не тому, упаси бог, что царизм лучше того, что у нас сейчас. Потому что это наражено свой отпечаток, и надо сказать, что вот эти буржуазные демократические иллюзии у большевиков, у многих, они сыграли крайне негативную роль в отмене выборов по советам по производственным единицам, и еще в ряде моментов. Это вот было вот такое буржуазно-демократическое у многих большевиков, в том числе совершенно заслуженных. Потому что боролись во многом за буржуазную демократию, вывыкли за это при царе бороться. А когда здесь проскочили дальше, тут, так сказать, поэтому это вышкорка буржуазной демократии, которая у нас сейчас сама, конечно, полезна. Но вот уже забастовку, на самом-то деле, если рассуждать так, что не волонтаристки, вот мне захотели с группой товарищей организовать забастовку, я вот хочу иметь на это право. А надо так, чтобы коллектив-то до этого дошел. Когда коллектив дойдет, когда массовое будет стремление среди людей, так выразятся все жрания, не вогнуйтесь, они сами выразятся. И вот тут начинаешь вот эту процедуру, эта процедура разворачивания забастовки, она дает возможность именно постепенно, разогнавшись, накатить коллектив. И там, где умеры этим пользуются, передовые профсоюзы этим пользуются, например, сейчас первый контейнерный терминант в порту, это 800, по-моему, с чем-то членов профсоюза, они находятся, они прошли все процедуры, и они находятся в состоянии забастовки, приостановленной. То есть они могут за три дня ее в любой момент взобновить, без всяких вот этих процедур. Это у них уже, по-моему, несколько лет тянется. То есть они находятся в состоянии забастовки, люди работают, получают зарплаты, никаких лишений не испытывают, а состояние забастовки есть. Это вот оно... И еще раз говорю, значит, здесь вот надо понимать, что если господство реакции, учись, если тебя зажимают, вообще вот вроде головы не поднять, ничего не высунуться, если есть возможность с товарищами говорить, говори двумя-тремя, написав кордоговор, проект кордоговора, дар товарищу почитать, товарищу понравилось, он там кто-то добавил. Дарь еще одним-трем товарищам почитать, товарищи стали там спорить, а вот стоимость рабочей силы, то все, там штичасовой рабочий день, а реально ли это, откуда это? Почитав книжки умные, рассказав товарищам, откуда это, как это. Товарищам это понравилось, пошло дальше потихонечку, и тебя как-то не очень не выгнать. И в то же время процесс идет Поэтому я бы здесь призвал не жаловаться на то, какой у нас режим А понимать, что режима нормального при капитализме не будет И режим, то что сейчас на Украине свергли одного овоща, другого посадили Грядка там у них целая И легче там, не старо бороться от этого И в общем-то надо развивать рабочее движение А не думать о том, как там пролезть в какие-то выборы в органы буржуазной власти Как там как-то при капитализме строится А развивать именно рабочее движение Искать единомышленников И учиться самому, чтобы выглядеть умным человеком Авторитетом среди товарищей, которому прислушиваются Спасибо Дюлькин Виктор Акаевич Я думаю, надо Владимира Петровича поблагодарить нам, да? Да, само собой Да, обязательно Потому что, когда обращаешься вниманием к таким категориям, как случайность, закономерность, свобода, необходимость Что-то вспоминаешь, и мозги немного начинают лучше, быстрее шевелиться Это приятно То, что касается вот случаев нашей практики, потому что политической практики, когда мы сталкиваемся вот с проявлениями и случайностей, и, так сказать, управления этой случайностью, да? Когда есть необходимость такая Я бы хотел такой забавный случай привести, как, кто? Значит, когда был принят новый закон о политических партиях, и пошли выборы, серия выборов, вот 2005 год, 2006, да? Вдруг обнаружили такую странную вещь При жеберевке в регионах случайная, так сказать, выборка определяет место партии в бюллетене И вдруг в одном регионе Единая Россия первое место, в другом регионе первое место увеличивается Да, в третьей случайность, так, что такое делается-то где-то есть? На первом случае Значит, понятно, что эта случайность является, так сказать, проявлением необходимости поставить на первое место, и соответствующие комиссии стараются, да? И обеспечивают реализацию этих дел Вот пишу я тогда письмо, будучи депутатом Чурову, Владимир Евгеньевич, ну ты же, кандидат физико-математических наук, ну ты посмотри, что делается-то Вероятность этого события, посчитали, одна где-то там трехсоттысячная Как это происходит-то? Ответ приходит от Чурова, Виктора, конечно, ну он же грамотный человек, ты же посчитал сам Одна трехсоттысячная вероятность есть, вот она и релизовалась Вот как она будет Если бы было ноль, то тогда можно было Да, но дальше я хочу перейти все-таки к тому вопросу Небольшой тоже продолжить комментарий Владимира Петровича относительно вот этих дел Посмотрите, когда была необходимость преодолевать социалистический строй, да, ломать социализм Значит, преодолевать сознание и, соответственно, идеологию социалистическую, советский, так сказать, менталитет людей Тогда совсем не случайно они в Конституции это дело изобили Никакая идеология не может быть, так сказать, обязательной У нас полная свобода Под видом этих свобод подкидывают проблемы сексизма Там, вот, до пола или, значит, еще какие-то там всякие разные проблемы Ложные проблемы В то время, как мы прекрасно знаем, что в любом классовом обществе Господствующей идеологией является идеология господствующего класса И поэтому, несмотря на то, что в Конституции записано, не может быть там установлено На самом деле, этой же Конституцией определен целый набор, значит, вещей Которые это дело, эту идеологию определяют Определена, значит, право и свобода частной собственности И в Конституции записано, это у них важнейший, этот самый пункт Определено право и свобода частной собственности на землю Вплоть до купли-продажи Это определяет Свобода торговли Все, все, везде и прочее Поэтому, значит, буржуазная идеология, она Конституции определена И закреплена Другой вопрос, что сегодня Сегодня, значит, в условиях кризиса В условиях неблагоприятной внешней территории и так далее У класса в Ужразии появляется необходимость свою диктатуру и положение упрочнять И поэтому они соответствующим образом и действуют Выкинуть в лозунг единство Единство перед внешней угрозой, перед внутренней пятой колонной Сплотимся вокруг кого? Вокруг национального лидера Вокруг, соответственно, ставленника капиталистического класса А для того, чтобы это дело в области и идеологии, и в области юридической, так сказать, подкрепить Они выкидывают соответствующие идеи Значит, вот закон о единстве нации А нация, что же это? Нация это продукт буржуазного общества Единство границ, единство хозяйственной деятельности и связи всяких Единство языка При этом любая нация разделена другими границами Классово-социальными, прежде всего Соответственно, и правящая идеология, и господствующая идеология Противостоит идеология рейтарская Которую мы с вами, так сказать, исповедуем и развиваем Поэтому, из всего этого исходя, надо понимать Что эти лозунги, вот эти проявления, которые сейчас идут Они несут нам, значит, ожидание того, что будут гайки закручивать дальше Обязательно будут закручивать И уже закон о ответственности за этот саботаж Как вы знаете, Иван Михайлович, в Госдуме рассматривается Есть там мнение, что слишком легко тут забастовки организовать Надо это поправить Давно пока Пока, да Вот И с другой стороны, конечно Думать, что там через Думы, парламенты Мы не думаем, и невозможно это в корне изменить Но какие-то возможности буржуазной демократии Надо использовать на полную катушку Если есть несколько требований международной организации труда К трудовому законодательству России В том числе, там отмечено, что у нас недемократично В законе обстоят дела с правом на забастовку С возможностью реализации забастовки Слишком велики запреты по профессии Мы повинны в деятельности на организации забастовки Конечно, мы должны это использовать И, так сказать, повторять, и показывать, и пальцем тыкать Что зажимает не демократично, неправильно, не так Он, так сказать, там Выходит, железнодорожники бастуют на Западе У нас нельзя Пожарники, врачи, полицейские Я сам участвовал в забастовке полицейских Товарищ в Греции Пришел вместе со всеми бастующими К парламенту, ну там шествие было Пришел Смотрю, люди, так сказать, стоят И целая коробка полицейских Как у нас ОМОН, так сказать, расставляют Но у нас они в касках А эти стоят, галстуки расстегнутые Висят, мороженые едят А это что такое? А это профсоюз полицейский Они тоже пришли, значит, сейчас требовать Вот, поэтому Значит, спасибо за лекцию Ну, а, значит, мы к следующим занятиям Также будем готовиться и просьбу передать По районным организациям, чтобы Ну, сегодня не погода помешала Но вообще, я вам надо увеличить Поэтому Посещение занятия свободное Но оно необходимое Вот это надо замыслить Ячейно в факте Несколько слов Спасибо, так сказать, за конструктивную критику С одной стороны Ну, и действительно Идеология, конечно, существует И буржуазная идеология И наша коммунистическая идеология существует Но, как мы с вами можем убедиться Далеко не на равных правах Потому что наша идеология Она, увы, идеология, она не может находиться Только в головах Да, и передаваться Как посредством передачи мысленно расстояния Некоторые до сих пор еют В эту такую возможность Тогда бы не надо было Никаких средств массовой информации И тогда, наверное, наша идеология Очень скоро овладела У многих людей Которые находятся в таком положении Исплуатируем, безусловно Поскольку сейчас таких Все больше и больше Но, наверное, наш Наш оптимизм может быть обусловлен тем Что мы видим Что действительно вот эти кризисы все Экономические кризисы Они в России далеко не являются Чем-то каким-то эксклюзивом Что называют Сейчас такой термин используется Что эти кризисы происходят во всем капиталистическом мире И что вот нам сейчас Вот сурдинку, что называется, по выборам Показали немножко изнанку Америки Соединенных Штатов Что уж не совсем там Так уж замечательно, идеально живется В этом капиталистическом мире В этой стране, так сказать Передовой отряд капитализма Далеко не идеально там И что там и есть соответствующие Попознавения к миграции Тоже из Соединенных Штатов И проблема с безработицей В связи с тем, что они вынесли Так сказать, вот Трамп-то как раз Обещал, так сказать, закрыть Можно сказать, городицу И чтобы обеспечить своих людей работать Да, вот это тоже Проблемы капитализма И проблемы не шуточные А ведь они до сих пор на этих Отверточных, что называется, производствах Которые они у нас развернули А нет, так сказать Кто они? Вот эти все, конечно, представители Значит, тех же самых миллиардеров И миллионеров долларовых Вот эти олигархи Американские Они на этом и жили А вот трудящиеся В общем, конечно, там Живут Вот я Опять же, я в Соединенных Штатах был Я там посмотрел Что совершенно четко Вот это разделение Видно, что называется Не вооруженным глазом Не влезая там В производство и прочее Просто вот гуляя Что называется По улицам Несмотря на чем люди ездят Где они ходят И вот у нас до сих пор Эти герлические представления Сколько там всяких наших Бывших наших людей Которые там Вот я встретился с двумя Кандидатами бывшими наук Которые там Спустя годы Тяжелых мучений Которые не всякий перенесет Значит Сейчас работает водитель Не устроились И просто счастлива Вот По сравнению с тем Положением, в котором они были И с ностальгией Вспоминаешь, что они тут Вроде как жили Совсем и не хуже Так что вот эта вот Сказка О Золотом Капитализме Каком-то таком Идеалистические Какие-то Идеалистические Конечно Тоже представления Рушится И в связи с этим Почему? Объективно Объективно мы видим Все-таки Вот это Что Приписывает Советской пропаганде Реалии Действительно Кризис капитализма Осуществляется Вот он Идет Продолжается И даже вот В этих конфликтах Которые Опять Вот Назревают В этом Проявлении Вы знаете Что война Всегда решала Эти экономические Проблемы Через войну Конечно Войны мы не хотим Да Не хотим Такого обострения Даже в капиталистическом мире Потому что Всегда эти проблемы За счет Вы знаете Трудящихся Простых Решается И в армии Конечно Кого призывают Да Вот прежде всего Но тем не менее Вот Вот этот процесс Кризиса Капитализма Который Наблюдает Внушает Некий оптимизм В том отношении Что Наше дело правое Враг будет разбит И победа В конце концов Будет за нами Не завтра Может быть Даже не послезавтра Но такая Приспектива Она Прослеживается Вот эта Тенденция К освобождению Людей Труда Проблема Свобода Тенденция Прослеживается И я еще раз Напомню Что Вот Об этой встрече Маркса и Энгельса Молодые Юные Еще Они встретились И Маркс Говорит Энгельсу Фред Вот я тут Подумал Ведь не только Овес Растет По Гегелю Общество Ведь тоже Развивается По Гегелю Почему овес Потому что У Гегеля Закон Отрицания Отрицания Был рассмотрен На примере Вот этот Знаменитый Классический Мир С овсяным Зернышку Ну овес Тогда был Главный Так сказать Продукт Для лошадей Для Двигательной Силы Вот Для пива Да Ну и для пива Тоже конечно И чмей Ну Это Да Ну всякое Пиво бывает Ну ладно Мы не будем Сейчас это Обсуждать Короче говоря И Энгельс Это очень Воспринял Сразу Понял О чем Речь идет Что В результате Отрицания Отрицания Так же Как Вот Овсяное Зернышко Возвращается Вроде бы К зернышку Через Колос Первобытный Коммунизм Обратится Новым На высшем Этапе Развития Коммунизма Да И вот Они Тогда Друг другу Поклялись Что они Жизнь положат Чтобы Вот это Положение Превратить Реальность В науку Действительно В науку Не в реальность Еще В науку И вот Энгельс Пишет О том Что мы В общем-то Совершили Такой Переход От Социализма От Из утопии Мы Сделали Наукой Вот Он считает Что это Их С Марксом Уже после Смерти Маркса Он пишет Об этом Что мы В конце концов Наша заслуга Я считаю Такая Что мы сделали Наукой И эта Наука Является Нашей Идеологией Конечно И Я думаю Что Конечно Это Действительно Научно Это Перспектива Освобождение Трудящего Через Изменение Объективных Процессов Развития Общества Которые Ну как Былся Нельзя Остановить Это Такой Закон Прогресса Да Тут Вариантов Немного Либо Значит Мы все Погибнем Ну там Варианты Тоже Есть Никакой Абсолютной Фатальной Неизбежности Нет В этом Да Как Вот Там Поппер Говорил Что Эти Все Веруют Свято В приход Коммунистического Общества Да Ну вот Все Эти Значит Родители Так Скать Какого-то Закономерного Развития Общества Нет Конечно Абсолютного Фатализма Нет Но Вот Есть Прослеживается Абсолютно Точная Тенденция Мы видим Что Эта Тенденция Продолжается И вот Я думаю Что Сделали Мы Конечно Отступление Ну Вот Сделали Шаг Назад Может Быть Сделаем Скоро Два Шага Вперед Давайте На этом Оптимистическом Ноте Тогда Закончим Поплодорим Абсолютно Тема Следующего Занятия Классовая Борьба Современной России Ведет Занятие Секретарь ЛКРП Росфонта В лесу Остепаться Плодорим Продолжение следует Редактор субтитров